Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Марина Кондратова, заведующая эндокринологическим отделением Одинцовской центральной районной больницы. Здравствуйте, Марина Юрьевна! Здравствуйте, Мария! Рада вас видеть в нашей студии. В мае месяце 2017 года на базе Одинцовской центральной районной больницы была открыта школа скандинавской ходьбы для пациентов, страдающих с сахарным диабетом. Эта школа продолжила свою работу. Мы рассказывали о ней в наших новостях, делились с телезрителями. Школа работает. Как дальше строятся занятия? И почему именно скандинавская ходьба была выбрана в качестве реабилитации для пациентов, страдающих с сахарным диабетом? Да, действительно, Мария. На сегодняшний момент на базе центра здоровья Одинцовской ЦРБ функционирует школа скандинавской ходьбы для пациентов с сахарным диабетом. Почему именно выбрали скандинавскую ходьбу? Потому что она доступна. Это самый главный плюс данного вида спорта, потому что каждый человек может заниматься скандинавской ходьбой в удобное для него время, в удобном для него месте. При этом не нужна профессиональная экипировка. Человеку необходима удобная обувь и палки для скандинавской ходьбы. Скандинавская ходьба имеет очень мало противопоказаний, потому что если человек может ходить, значит он может заниматься скандинавской ходьбой. И, соответственно, при скандинавской ходьбе мы видим хорошие показатели. Поэтому мы остановились именно на этом виде спорта. Это, получается, новаторство такое. Раньше не было школы. Вы обучались в школу пациентов с сахарным диабетом о том, как с этим заболеванием жить, как правильно питаться, как правильно строить свой график, рацион. Питание, конечно же, в первую очередь. А теперь вы занимались активно физическими нагрузками для таких пациентов. Почему это столь важно именно для них? С сахарным диабетом второго типа заболевают возрастные люди, уже среднего пожилого возраста. И, конечно, при сахарном диабете на первом месте это питание, когда человек ограничивает употребление сладкой пищи. На втором месте идет физическая активность, потому что за счет физической активности, когда работают мышцы, лишняя глюкоза, которая есть в организме, она просто перерабатывается. И человек видит, что сахар у него в крови нормализуется. А потом уже на третьем месте это медикаментозное лечение, таблетированные препараты или, соответственно, инъекции инсулина. Получается, физическая активность очень важна и нужна. Очень важна. Потому что в настоящее время человек очень мало двигается, да. Он мало ходит, он заменяет свою двигательную активность на движение в транспорте. А скандинавская ходьба, двигательная активность, привлекая людей, мы, соответственно, можем компенсировать недостаток физической активности. Поэтому мы рекомендуем нашим пациентам. При скандинавской ходьбе за счет того, что работают верхние конечности, нижние мы используем палки, задействованы до 90 групп мышц. А при обычной ходьбе до 70, так как работает большее количество мышц, то, соответственно, и больше калорий расходуется. Вот интересно, Марина Юрьевна, вот все-таки школа скандинавской ходьбы открыта только лишь для пациентов, страдающих с сахарным диабетом? Или жители Одинцово, Одинцовского района могут тоже пройти вне обучения? С мая месяца школа была открыта только для пациентов с сахарным диабетом. Сейчас это движение, эта работа продолжена, и поэтому каждый желающий может обратиться в Центр здоровья и начать занятия по скандинавской ходьбе. Потому что изначально мы рекомендуем начать занятия с тренером. Тренера, они специально обучены, это необходимо для правильного использования палок. Потому что если человек без подготовки начнет ходить, без контроля тренера, то возможен травматизм плечевого пояса, и мы не рекомендуем. Первые занятия желательно с тренером, а затем уже человек, так как это очень доступно, человек может самостоятельно продолжить ходить в любом месте, в любое время может самостоятельно ходить. Это курсовые занятия. На какой возраст они рассчитаны? Есть ли ограничения по состоянию здоровья? Кому бы вы не рекомендовали заниматься скандинавской ходьбой? Да. Но ходить надо всем, потому что вся наша жизнь – это движение, во-первых. Поэтому если человек может ходить, он может заниматься скандинавской ходьбой. Но есть противопоказания. Это наличие острых заболеваний, наличие хронических заболеваний, фазу обострения, если человек себя плохо чувствует. Если у него прогрессирующие заболевания сердечно-сосудистой системы, если у него прогрессирующие заболевания стоп, деформирующий остеоартроз, что сопровождается болевыми ощущениями, то здесь, конечно, надо ограничивать. Но скандинавская ходьба – это щадящая нагрузка. Нет больших силовых нагрузок. И темп занятий постепенно наращивается. Занятия строятся каким образом? Что перед занятиями обязательно нужна консультация врача. Каждый человек может прийти в Центр здоровья, получить консультацию терапевта, сдать необходимые анализы. Если у человека есть сахарный диабет, то его консультирует дополнительный эндокринолог и дает ему допуск для занятий. Если у человека сахарный диабет, то, конечно, есть еще со стороны сахарного диабета противопоказания. Это высокий сахар в крови и низкий сахар в крови. Наличие диабетической стопы, если есть повреждения. Занятия также строятся постепенно. Сначала небольшие нагрузки. Разминка начинается, основная часть. И затем после занятий также участникам измеряется сахар в крови и контролируется давление. То есть перед каждым занятием все воспитанники школы проходят определенную диагностику. Да, все верно. Сахар в крови и давление. Потому что, чтобы допустить человека, у нас возрастная группа, это средний и более старший возраст, поэтому необходимо, конечно, их обследовать, а потом допускать до занятий. Марина Юрьевна, мы побывали в школе скандинавской ходьбы Одинцовской центральной районной больницы. Давайте посмотрим вместе с нашими телезрителями на то, как проходят занятия. Группа скандинавской ходьбы открылась еще прошлой весной. Тогда обучение проходили люди, которые страдают сахарным диабетом. Курс был рассчитан на несколько месяцев, но интерес к тренировкам был настолько высоким, что руководство Одинцовской центральной районной больницы решило продолжить обучение и теперь посещать занятия могут все желающие, независимо от возраста и диагноза. Вы задействуете верхнюю часть корпуса, которая в обычной жизни работает у вас недостаточно. Вы задействуете весь опорно-двигательный аппарат. Работают все мышцы, работают все системы. Сердечно-сосудистая система. Лучше работает дыхательная система. Обменные процессы лучше начинаются. То есть, короче говоря, это очень хорошая циклическая нагрузка и очень полезная вещь. Занятия проходят в Центре здоровья Одинцовской ЦРБ. Врачи советуют, прежде чем приступать к обучению, нужно сходить на прием к терапевту или эндокринологу, чтобы правильно рассчитать нагрузку. Хотя в этом отношении скандинавская ходьба – самый оптимальный вид спорта. Никакого травматизма, только польза для здоровья. Скандинавская ходьба тем и хороша, что у нее почти нет ограничений. Мы говорим, что ее можно использовать как для спортсменов. Она, в общем-то, и родилась, как тренировка лыжников в летнее время. Это и фитнес-группы, это люди дотренированные. И, кроме того, это группы здоровья и группы реабилитации. То есть, практически, кроме каких-то острых процессов, которые могут происходить, островоспалительные заболевания, еще какие-то вещи, онкология, в общем, таких ограничений нет. Начинаются занятия по скандинавской ходьбе каждую среду в 11 часов утра. Присоединиться к обучению может любой желающий. Для этого нужно взять полис, паспорт и обратиться в Центр здоровья. Кстати, на первое время здесь могут даже предоставить инвентарь. Такой вещь, как скандинавская ходьба, тоже есть свои какие-то правила безопасности, по которым инструктор по скандинавской ходьбе делает определенный инструктаж. То есть, как ходить в зимнее время, если человек идет в лес, тоже там зачем нужно следить, как ходить и так далее, и так далее. Тренеры по скандинавской ходьбе считают, что двигаться, а в частности, ходить нужно правильно, чтобы всегда быть в хорошей физической форме. Марина Юрьевна, на сегодняшний день много ли людей, страдающих с сахарным диабетом, конкретно на нашей территории? Да, процент большой. И с каждым годом количество пациентов, количество людей, страдающих с сахарным диабетом, увеличивается. Это в силу неправильного образа жизни, потому что сахарный диабет – это не заболевание, это образ жизни. Человек очень много переедает и мало двигается. При этом возрастает количество за счет хорошей диагностики. Сейчас доступность медицины есть, и когда человек обращается, он сдает анализы. То есть даже обязательно диспансеризация, она повлияла на то, что выявляемость таких пациентов стала больше. Да, на ранних этапах, потому что чем раньше ты выявишь заболевание, тем легче его контролировать. Да, сахарный диабет на ранних этапах, его можно сконтролировать путем питания, контроля за тем, что ты кушаешь, и физической активности. И потом уже по мере прогрессирования заболевания назначаются таблетки, таблетированные препараты, и уже в дальнейшем лекции инсулина. Марина Юрьевна, какие звоночки должны стать такими рэперными для человека, чтобы он обратил внимание на свое здоровье и сразу обратился незамедлительно к специалисту? Что указывает на то, что в организме происходит склонение в плане именно с сахаром, в плане глюкозы? Если человек чувствует слабость, общий симптом, наличие сухости, жажды во рту, частое мочеиспускание, если человек поправляется или худеет, он видит, что что-то происходит, чувствует, что что-то происходит, то обязательно он должен обратиться к врачу и сдать анализы. Если отягощенная наследственность. Если человек знает, что у него в семье из родственников кто-то страдает сахарным диабетом, то раз в год необходимо сдорвать уровень сахара в крови. Я знаю, что Одинцовская ЦРБ часто проводит акции и в торговых центрах, и на центральной площади города, когда выезжает ФАП и проводится исследование всем желающим абсолютно бесплатно. Можно измерить сахар, можно сдать кровь, пройти ряд других анализов. То есть, в принципе, даже идя с обеда, возвращаясь на работу, можно буквально потратить несколько минут и узнать, все ли в порядке с сахаром. Да, конечно. Поэтому мы призываем всех и каждого по возможности, чтобы человек обязательно проходил диспансеризацию и обследовался. Вот, казалось бы, звучит заболевание очень сладко, но на самом деле протекает тяжело. И чем опасен сахарный диабет? При сахарном диабете страдают все сосуды и нервные окончания. И поэтому человек, страдающий сахарным диабетом, входит в группу риска по развитию сердечно-сосудистых осложнений. Поэтому возвращаемся еще раз к физической активности. Мы рекомендуем всем двигаться, потому что это профилактика развития осложнений сахарного диабета. Ну, даже если вы не страдаете сахарным диабетом, вы всегда можете... Профилактика развития сахарного диабета. И прийти в школу скандинавской ходьбы, которая находится на базе Центра здоровья Одинцовской центральной районной больницы. По каким дням проходят тренировки и в какое время и куда могут обращаться все желающие, чтобы получить заветное направление. Тренировки проходят еженедельно по средам в 11 часов утра. Но перед тренировкой пациент должен быть консультирован терапевтом. Поэтому в будничный день по расписанию каждый желающий может обратиться в Центр здоровья и высказать свое желание стать участником данной школы. То есть, в принципе, даже в поликлинику не нужно для этого идти. То есть сразу идем напрямую в Центр здоровья, который открыт на базе Одинцовской центральной районной больницы, где, собственно, школа и располагается. Да, все верно. И там уже получаем направление и приступаем к занятиям. Да, все верно. Ну, будем надеяться, что наши телезрители – люди активные. Конечно, мы всех ждем в нашу школу. Поэтому приходите, будем заниматься, будем обучаться. Спасибо, Марина Юрьевна. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова